Аристократка. Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. Ежели баба в шляпке, ежели чулочки на ней фельдикоксовые, или мопсик у нее на руках, или зуб золотой, то такая аристократка мне и не баба вовсе, а гладкое место. А в свое время я, конечно, увлекался одной аристократкой, гулял с ней и в театр водил. В театре это все и вышло. В театре она и развернула свою идеологию во всем объеме. А встретились мы с ней во дворе дома, на собрании. Гляжу, стоит эдакая фря. Чулочки на ней, зуб золоченый. Откуда, говорю, ты, гражданка, из какого номера? Я, говорит, из седьмого. Пожалуйста, говорю, живите. И сразу она мне как-то ужасно понравилась. Зачистил я к ней в седьмой номер. Бывало, приду, как лицо официальное, дескать, как у вас, гражданка, в смысле порчи водопровода или уборной, действует. Да, отвечает, действует. И самокутается в байковой платоке, не мурмур больше, только глазами стрижет, и зуб в ворте блестит. Походила я к ней месяц, привыкла. Стала подробнее отвечать, дескать, действует водопровод. Спасибо вам, Григорий Иванович. Дальше больше. Стали мы с ней по улицам гулять. Выйдем на улицу, а она велит себя под руку принять. Приму ее под руку и волочусь, что щука. И что сказать не знаю, и перед народом совестно. Ну, а раз она мне и говорит. Что вы, говорит, меня все по улицам водите, аж голова закрутилась. Вы бы, говорит, как кавалер у власти, сводили бы меня, например, в театр. Можно, говорю. И как раз на другой день прислала ком-ячейка билеты в оперу. Один билет я получил, другой мне Васька-слесарь предложил. И билеты я не посмотрел, что они разные. Которые мой внизу сидеть, а которые Васькин аж на самой галерейке. Вот мы и пошли. Сели в театр. Она села на мой билет, я на Васькин сижу сверхотур, я ей ничего не вижу. А ежели нагнуться через барьер, то ее вижу, хотя плохо. Поскучал я, поскучал, вниз сошел, гляжу, антракт. А она в антракте ходит. Здравствуйте, говорю. Здравствуйте. Интересно, говорю, действует ли тут водопровод? Не знаю, говорит. А сама в буфет прет. Я за ней. Ходит она по буфету и на стойку смотрит. А на стойке блюда на блюде пирожные. А я и таким гусем, и таким буржуем нереженным вьюсь вокруг нее. И предлагаю. Ежели, говорю, вам хочется скушать одно пирожное, то не стесняйтесь, я заплачу. Мерси, говорит. И вдруг подходит развратной походкой к блюду. И цоп с кремом и жрет. А денег-то у меня кот наплакал. Самое большое, что на три пирожных. Она кушает, а я с беспокойством по карманам шарю. Рукой смотрю, сколько у меня денег, а денег с гульки нос. Съела она с кремом, цок другое. Я аж крякнул и молчу. Взяла меня эдакая буржуйская стыдливость, дескать, кавалер, и не при деньгах. Я хожу вокруг нее, что петух, а она хохочет и на комплименты напрашивается. Я говорю, не пора ли нам в театр сесть? Звонили, может быть? Она говорит, нет. И берет третье. Я говорю, натощак немного ли? Может вытошнить? А она нет, говорит. Мы привыкшие. И берет четвертое. Тут мне кровь в голову и ударила. Ложи, говорю, взад. Она же испужалась. Открыла рот, а в рту зуб лестит. А мне будто бы попала вожа под хвост. Все равно думаю с ней теперь не гулять. Ложи, говорю, к чертовой матери. Положила она назад. А я говорю хозяину, сколько с нас заскушенные три пирожных. Хозяин держится индифферентно. Ваньку валяет. С вас, говорит, за скушенные четыре штуки столько-то. И, как говорю, за четыре. Когда четвертое в блюде находится. Нет, отвечает. Хоть оно и в блюде находится, но надкус наем сделан и пальцем смято. Как, говорю, надкус. Помилуйте это ваши смешные фантазии. А хозяин держится индифферентно. Перед рожей руками крутит. Ну, народ, конечно, собрался. Эксперты. Один говорит, надкус сделан, другой нету. А я вывернул карман. И всякое, конечно, барахло на пол вывалилось. Народ хохочет. А мне не смешно. Я деньги считаю. Сосчитал деньги в обрез на четыре штуки. Зря, мать честная, спорил. Заплатил. Обращаюсь к даме. Докушивайте, говорю. Гражданка. Заплачено. А дама не двигается. И конфузится. Докушивать. А тут какой-то дядя еще ввязался. Давай, говорит, я докушаю. И докушал. Сволочь. За мои-то деньги. Сели мы в театр. Досмотрели оперу. И домой. А у дома она мне и говорит. Довольно свинство с вашей стороны. Которые без денег не ездят с дамами. А я говорю. Не в деньках, гражданка, счастье. Извините за выражение. Так мы с ней и разошлись. Не нравятся мне аристократки. Михаил Зощенко. 1923 год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...